долгожданный скин на сендел вышел и сейчас мы будем его рассматривать полностью всем привет друзья с вами а нет звука и это очередной выпуск водички касательно наших любимых файтингов тех которые мы любим играть и так ребята поговорим сегодня а mortal kombat а а текине и не будем говорить о street fighter и потому что там пока что затишье вот так что переходим сразу к мартухе как вы уже поняли здесь вышли новые скины обновился магазин и здесь мы видим значит синдел обманщица и шансун смертельный альянс больше ничего особо интересного тут не видно такого прям серьезного также помимо этого вот тут вот саб-зиро чесит да можно опять приобрести саб-зиро стриптизера да саб-зиро стриптизера за 600 кристаллов ну мы его уже все видели давайте перейдем сначала к шансу ну вы наверное его ждали и так что у нас здесь есть это значит шансун смертельный альянс до этого был да в прошлом на прошлой неделе у анчи смертельный альянс значит теперь шансу и в общем вот так вот он выглядит какой-то у него добренько и личико здесь конечно смотрите внимательно каждую деталь как вам пишите в комментариях этот шансун значит сейчас я вам покажу это шансу на из игры смертельный альянс mortal com от смертельный альянс вот так вот выглядели его скины вот слева да вы видите скин базовый справа скин альтернативный вот ну тут видно что да это взят дизайн с базового скина но конечно он тоже видоизменен то есть не все один в один как мы видим но типа похоже красное такое вот у него платье спереди там орнамент да второй скин вообще не похож но возможно тут какие-то цвета будут содержаться похожие вот тут можно видеть до разные цвета духовная змея месть кобры смертельное ложе рогатый гремучник безумные крылья ну еще вот эти лезвия идут в комплекте на которые я думаю всем плевать я бы не сказал что мне прям нравится шансун в mortal kombat deadl alliance это 3d аэра я вот не стал брать куана но он неплох но не настолько шансун тоже как бы поскольку мне вообще персонаж в целом в этой игре не нравится шансу будь это скин на шансун из mortal kombat 3 вот это было бы интересно взглянуть конечно и наверное он бы выделялся неплохо так а здесь он не сказать что он сильно выделяется на фоне его остальных скинов да он может быть поинтереснее выглядят но не сказать что настолько круче до расцветки конечно неплохие вот но в общем я бы наверное брать его не стал сейчас у меня и нет выбора у меня кристаллов нет но в общем если бы они были я потратил их на что другое что другое наверное синдерл значит на прошлой неделе вышел шалкан из deception и обманутый deception вот я его кстати взял этот скин тоже не очень понравился я теперь за него прохожу вторжение прокачиваю этого шалкана на стримах можете увидеть значит давайте смотреть вот сразу вам покажу как она выглядела в оригинале значит вот это скин синделла из deception как видите тоже не все один в один сделано но вот тут мне кажется обратите внимание на альтернативный скин из mortal комбат deception вот тут можно сказать что вот этот новый скин собрали как будто из двух вот этих старых то есть обратите внимание на голове вот это типа корона похожа не один в один но похоже на ту что в правом скине и вот на левом скине отсутствуют рукава на правом они типа есть то есть какие-то вот такие детали как будто вместе как-то они сложили из двух скинов один но в целом конечно он больше похож на тот что слева но вот некоторые детали из того что справа ну конечно синделл в mortal кома дэдли альянс конечно выглядел по бесистей как-то поэтому в любом случае здесь не будет смотреться также вызывающий как там но тем не менее давайте оценим крупным планом то тебя ребят не забывайте ставить лайкос под видео если вам нравятся такие видосы нашем канале хотите чтобы их было больше и чтобы больше людей находили канал и смотрели наши видео болтальные так на общем смотрим до корона у нее волосы всякие металлические вставки как вы видите спереди сзади кругом хорошая вставка посередине где же где же все эти феминистки которые против были типа ну на самом деле я всегда считал что отсутствие каких-то откровенных скинов в играх серии mortal kombat да в том же mortal kombat 11 на старте было связано связано лишь с тем что разработчики хотели попозже их вам продать вот и соответственно сейчас я думаю то же самое все прекрасно понимают что вот какие-то такие скины народ сразу ренится покупать зачем их выкладывать сюда такое делать на старте игры когда можно потом на этом заработать и так так было реально в mortal kombat 11 сначала вроде у всех была закрыта одежда потом начали появляться всякие классические скины на женщин-ниндзя и там уже как бы вопросов ни у кого не возникало вот ну чтож скин да действительно отличный не сказал бы что мне прямо захотел за синдал играть но да по возможности наверно стоит его будет тоже взять она не сказать тоже что прям сильно изменяет ее образ в этой игре да вот в отличие от шаукана который прям реально превратился в шаукана из не пойми кого там из степен вульфа но выглядит да выглядит круто расцвет очки соответственно тоже неплохие расцветки видно что вот хорошо когда они как-то придерживаются каких-то цветов не слишком там разноцветные смотрится да действительно прикольно то есть каждые каждый из представленных здесь скинов выглядит как-то ну целостно что ли вот это что-то прям хоумлендером отдает него пол костюм примерно с похожей расцветкой видимо она готовится принимать хоумлендера тоже неплохо черная цвета и типа золотистая в себе сочетает ну да отличный скин отличная даже не представляю что нас в будущем ждет много еще всяких костюмов до во времена время во времен 3d-эры да и в классических играх тоже есть крутые скины наверняка все-таки когда нибудь на шансунга сделают тот костюм типа желтый подтяжками или там типа с какими-то этими веревочками там типа и он прямо всем всех взорвет пока что имеем вот это да очень классно то есть если сейчас у меня был 500 кристаллов я бы его сразу взял не раздумывая вот такие дела по мартухе да сейчас происходят твичей сезон где можно выбить фиолетовые эксклюзивные скины для mortal kombat да и также вышла новая секретная бруталка если вы не в курсе может про скины на твиче или про секретную бруталку то посмотрите прошлые два видео на канале там я все подробно рассказывал как делать бруталити как выбивать скины с твича вот так что об этом сейчас я не буду больше рассказывать если что нажимаете смотрите предыдущие два видео ну что ж в мартухе пока что все единственное что хотелось бы еще сказать интересная новость мне порадовала то что в режиме вторжения побив главного босса рейдена помимо его скина вы сможете выбить еще альтернативную версию арены арена чайная и там будет идти дождь прикольно тоже приятный сюрприз скажем так то есть mortal kombat в последнее время прям радует сюрпризами вот да и обратите внимание что и скинчики стали дешеветь то есть раньше было тысячи или 800 а сейчас по 500 новая им осталось еще старые сделать подешевле то есть сделать их тоже все приравнять к 500 потому что как бы ну видно что эти скины новые по качеству не отличаются от тех что были вот до этого там месяц или два раза да то есть их цена должна быть примерно одинаковая на что они сделали дешевле чтобы как сказать-то ну сдобрить короче до игроков так было на смартуху и пока что все давайте перейдем к текину ну а в текин у нас очередное обновление магазина новые предметы в магазин текин новые предметы магазин текин избранные предметы 7 новых образов аватаров давайте зайдем а так не нам сегодня еще предстоит поговорить так ну и вот короче эти новые предметы мы видим да у брайана фьюри там еще жесты предлагают сюда так следующий товарищ у нас пенк да аватарки конечно прикольная по качеству но если проблема что я в них не вижу смысла поскольку лобби особо покажет никчемная в игре и аватарки эти ни к чему особо там что в лобби и не знаю я не хожу окли рой конечно качество не хорошее если бы можно было как-то их использовать как-то играть какие-то мини игры с ними или еще что-то то вот это был до смысл и брать а пока что просто ходить по лобби перед кем-то красоваться смысла особого не видно для меня лично а киши митсу но опять-таки кому-то кому-то есть так что для кого-то их делают а может когда-то появится реально какие-то интересные активности в их лобби в этой гостиной кто знает что они там еще задумают да вот зафина вот это пока что все пока что в таки не больше ничего новенького не завозили но мы сейчас поговорим о другом значит зайдем-ка мы сейчас ребятки с вами на страничку стима страничку текен 8 в стиме и что же мы здесь с вами сейчас увидим отзывы о игре ребят посмотрите внимательно недавние обзоры в основном отрицательные 3700 обзоров в основном все отрицательные то есть 33 3000 людей не нравится то что с игрой произошло после старта то есть все обзоры в основном положительные до 18 тысяч тут сто ну то есть как игра стартанула она получила кучу обзоров положительных отзывов пресса и и ласкала и все остальное но все это было до того как они ввели сначала магазин потом они ввели вот этот вот пас как мы понимаем что большая часть вот этих вот отрицательных обзоров как раз связано с этими нововведениями людям не нравится в платной игре платный еще абонемент сезонный да ну помимо этого людям еще ну то есть многие жалуются я почитал на эти плохой коннект то есть люди долго ждут противника в комнате там но не в короче просто в онлайне ждут долго противников плохой коннект дисконнект и прочего эта фигня которая не знаю когда решится вот но одно из основных это вот их новая система монетизация и вот этот вот платный сезон пас то есть как бы если сравнить с mortal kombat там то я не знаю что там сейчас по обзорам потому что у меня за блоки ну как бы в россии недоступен mortal kombat сейчас в стиме да на страничку не зайти без випена но смысл в том что на такими я думаю сейчас обрушилась гораздо больше негатива и я считаю что правильно игроки делают вот эти отзывы ставят что есть это единственный способ достучаться до нам кабанда и чтобы они может быть пересмотрели свою монетизацию стратегию монетизации игры и хотя бы немножко сделали ее помягче нежели сейчас есть ну то есть представьте что например mortal kombat да я сейчас в последнее время его хвалю вы можете подумать что я специально хочу текен и специально нахваливаю mortal kombat но если в mortal kombat например неожиданно без сделали боевую лигу платной или режим вторжения платным сделали или например сделали так что основной контент ты сможешь выбить из вторжения из лиги только заплатив за это но я бы тоже бомбанул там это бесплатно а здесь получается что самый прикольный контент из режима да там он из онлайна ты можешь выбить только заплатив вы все прекрасно это знаете вот по сути они взяли контент из текен 7 типа из режима охота за сокровищем где можно было бесплатно его выбивать и сделали тут это платно да как получается для игроков которые купили игру за немалый день для вы посмотрите цены до 4199 делюкс эдишн 5999 6 половины тысяч но неплохо так стоит то есть раньше так стоили только консольная игра теперь еще и на пока все это стоит и в общем помимо этого до что цены растут еще и вот такую фигню в игры завозят так что я думаю что нам кабанда и нужно как-то одуматься пересмотреть стратегию то что ну такое количество игроков отрицательные отзывы поставили это это очень много на самом деле да то есть большинство вы же понимаете что многие вообще ничего не пишут ни отзывы ничего не делают да тут прямо это игроков это прямо подняло на это я думаю отрицательные отзывы будут дальше расти если ничего не изменится но будем надеяться на благоразумие так сказать издателей что они не оттолкнут игроков от себя потому что но у меня такая история я бы хотел играть текен я хотел бы чтобы что-то меня заставляло в него играть а как раз контент который ты там добываешь это реально стимул это делать сейчас у меня этого стимула как бы нет то есть играть реально часто регулярно там каждый день заходить в игру там или несколько раз неделю заходить в игру сейчас этого стимула нет потому что ну это как бы мне просто не нравится вот так что такие дела ребята вот так вот мы чтобы я хотел сказать насчет вот этого еще раз season pass а все что как мне кажется чтобы игроки остыли да ну помимо того сюда улучшать там experience улучшать онлайн там да как-то расширять режим и все остальное но вот с монетизации все что им нужно сделать это вот эти два таким пасса дали как там файт пасса объединить в один то есть бесплатные премиум объединить в один и сделать его бесплатным просто целиком кто-то скажет смешно кто там тебе будет бесплатно делать но тем не менее и оставить лишь вот эту вот возможность купить ступени вот эти вот плюс на типа купить ступени для тех кто не хочет играть кто хочет просто получать контент не играет до купить ступени возможность за деньги все не играешь платишь если хочешь контент хочешь контент хочешь играть играешь и получаешь это активность в игре растет же ну для всех же лучше нет вот ну небольшой шаг которые которые как мне кажется стоит ими сделать и мне кажется сообщество остынет как бы но магазин то это ладно но вот вот это вот это же сама игра это суть игры да то есть как бы, когда тебе просто надоел онлайн, просто надоел онлайн, тебе надоели все игроки, все эти матчапы и все остальное, хоть что-то тебя должно держать. И вот новый какой-то вот небольшой контентик, который ты выбиваешь, он как бы, да, это стимулирует. Ну, конечно, он должен быть получше, нежели вот именно в бесплатном пассе, а вот именно полноценное, да, что ты играешь, играешь, и за это получаешь какие-то награды. Это тебя оставит в игре. Не только одни задроты турнирные останутся, которые остальным, ну, не дадут там жизни, да, скажем так, и будут там друг с другом только играть. Вот, поэтому, блин, простой способ, просто уберите платный пасс, оставьте только вот эти вот ступени платные. Магазинчик, ладно, выпускаете, кто хочет купить, кто не хочет, не купит, это другое дело, да. Но вот фишка в том, чтобы получать награды в игре, она должна быть бесплатной, как мне кажется. Ну, игра-то платная и так, как бы, да, мы же должны что-то в ней иметь за эти деньги, что мы заплатили. Вот, хоть что-то. Вот, ребят, такие дела. Так что, вот, не то, чтобы я не подумать, что я хейчу Tekken и, там, хвалю, нахваливая Mortal Kombat. Я просто сейчас вижу разницу в ситуации. Там только скины вот эти платные, а остальное, всё, ты играешь, выбиваешь кучу контента бесплатно. Потому что игра должна быть игрой, она должна быть интересной. Она должна тебя вовлекать. И так её купил, как бы, да. Вот, а вот в Tekken как-то не хотят вовлекать нас. Такие дела, ребят. Ну, что ж, ваше мнение пишите в комментариях. Как что-то новенькое узнаем, услышим, тоже постараюсь для вас записать водичку, своё мнение высказать. Давайте тоже делите своё мнение в комментариях. И знаешь, что есть люди, которым вообще плевать на эти пассы и всё остальное, они просто так играют по фану. Ну, мне кажется, не все. То есть, рано или поздно у тебя это, ну, тебе надоедает просто, скажем так. За этими рангами там следить, там, всё остальное. Должно быть что-то, что тебя вознаграждает за то, что ты вкладываешь время в игру. Такие мои финальные мысли. Ну, что ж, ребят. С вами была Ниндзука. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok